Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mercedes V-класс V250 2015 года выпуска двигатель 2.2 турбодизель автомат пробег на автомобиле по спидометру 30 тысяч километров заменил задние тормозные колодки не было долго видео ездили, отдыхали где был, что видел, выложил на своем втором канале кто поддержит, благодарю поднимаю автомобиль откручиваю колеса и попробую развести через компьютер задние суппорта я там колодки разводить колодки разводить а здесь колодки ручного тормоза находятся внутри диска тормозного подвод у них отдельно идет тросиком с блока поэтому здесь колодки меняются как и обычно снимаем заглушки резиновые берем шестигранник на сколько у нас на 5 шестигранник и откручиваем болту нижнюю, верхнюю направляющую красную и кипятку лампу и заготовку тесто сахар на 4-м Так, ну болт сниму вместе с направляющей, немножко отжимаю, что-то туго идет. Направляющая, это ходит, это ходит, все хорошо, мы их обе снимаем, просто выталкиваем, меняем смазку. Здесь грязь-коррозия, которая с запыльником, вот так делают, тряпочкой, и почищу ее. Все, направляющая чистая. Теперь проталкиваю тряпку. Все это вычищаю. Смажу феби. 31942. Здесь у меня туба уже заканчивается, поэтому поддавливаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также саму направляющую тоже маленько смазываю. И завожу ее на место. Надеваю пыльник. Направляющая у нас ходит мягенько. Также снимаем вторую, даже можно заметить как это ходит и как это ходит. А это тоже, хотя она двигается. Поэтому направляющая в любом случае надо смазывать. А верхняя направляющая идет с резиновым демпфером. Тоже заматываю тряпкой. Для чего заматываю тряпкой? Чтобы напыление на пальцы не царапало. Всем чищу посадочное. Протираю направляющую. Также проталкиваю тряпочку. Смазываю внутри. И смазываю палец. Вставляю направляющую на место. Смазка остается под пыльником дополнительно. Продолжает она смазывать направляющую. Все, вот как двигается теперь это направляющая. Здесь тоже внутри я смазку оставляю, она заодно смажет и резьбу болта. Протираю поршень. Смазка есть. Смазки под пыльник я не добавляю. Просто утапливаю поршень и все. Все. Прошенье мягенько ушел. Пыльник у нас не торчит. Убираем суппорт в сторону. Снимаем колодки. Колодка. Колодка приржавела к скобе. Сразу обе скобы слетели. То, что колодка к скобе привели, это конечно странно. Внутреннее нет. Износ колодок равномерный. Также снимаем внутренние скобы. Скобы я сейчас вычищу. Чистим посадочное под скобами. Видно сколько грязи. Все это вычищаем. Как снизу, так и сверху. Сверху меньше. А снизу конечно окислов насело. Видно конечно грязи полно. Так же очищаем йоту. Тоже полно. Сейчас колодки будут двигаться нормально. Мы еще и торцы колодок смажем. Чищу скобы. Все скобы я вычистил. Вставляю их на место. Это у нас внутренние. Это у нас наружные. Все скобы. это украли. Беру смазку Bosch Номер для заказа 5 миллионов 150-44 НМ Беру новые колодки Фирмы ТРВ GDB2102 Для Mercedes V-класса Вот такие вот колодочки Смазываю торцы И вставляю Пазы Также вторую колодочку Сзади датчиков нет Посмотрел ни с одной Ни с другой стороны Все, колодки стоят на месте Теперь Беру суппорт Болты не протер Протираю болты Нижний болт Завожу на место И Вставляю Потому что болт Упирается в амортизатор Также вставляю Верхний болт И закручиваю их Ну и пока Делаю Хочу поблагодарить Всех ребят Всех моих подписчиков Которых у меня На сегодняшний день Уже больше Двадцати тысяч А так как ездил Отдыхал На двадцать тысяч Не сделал Благодарственное Как лица мероприятия Я на каждых десять тысяч Делаю Так скажем В виде благодарности Первых десять человек Которые мне в комментариях Пришлют свой номер телефона С указанием Оператора Мегафон МТС Билайн Я на этот номер телефона Положу Пятьсот рублей Повторюсь В первом десяти Людям Которые в комментарии Напишут свой Номер телефона И название Оператора На который Нужно произвести Оплату И На ваш счет Придет Пятьсот рублей Поэтому Кто до конца Досмотрит Видео Услышит Эту Информацию Присылайте В контактах Сообщения В комментариях Сообщения И я Положу вам деньги Все У нас Суппор движется Аналогичным Образом Я иду Меняю Со второй Стороны После этого Устанавливаю На место Колеса Нажимаю На педаль Тормоза Два-три Раза Чтоб Нас Выбрать Вот этот Свободный Ход И на этом Замену Задних Тормозных Колодок Я закончил Всего вам Доброго Продолжение следует... Продолжение следует...